всем ребятушки привет короче мы ездили ездили смотрели участок про это видео на youtube нет хотели мы купить участок думали блин купим участок может быть что-нибудь построим может быть чего-нибудь нет но в конечном итоге взвесив все за и против еще строить мы не хотим как бы хотим но блин это сейчас будет настолько судил масштабное тратить на этом кучу времени потому что быстро не выйдет там уж не столько денег тратить на это там лет десять в наших реалиях от реально лет десять как бы это стрёмно поэтому поехали мы на даче смотреть дачу мне нравится в пенде район заря нам прикольные дачи недалеко от корда ну и случайно очень нашли реально случайно я ему просто едем убегать и котенку на дорогу горит стой чувак на стройме телевизор не так было мы просто оставили смешно попробовать убегает тетка и гриста и гричи вага давай как-то метели настроишь я говорю блин давай вот короче я и настраиваю телек туристами не спрашивать как дочек здесь продает туда сюда вот в общем суть такая что есть у нее дачка заброшен пока мы сейчас едем еще раз ее смотреть и факт что мы в принципе купим но для этого района как бы цена очень такая низкая да очень низкая мы ехали по даче мы идут херак пешеходный переход вот это поворот вот ребята вот такая тут у нас жесть но есть свое преимущество дом у нас кирпичный сделано относительно неплохо все стоит на фундаментных блоках для дачного домика достаточно редкая фигня вот то есть в принципе внутри там вот так вот так все заглянем туда камеру свет здесь вроде тоже есть мажорами столбы я не часто брошен он брошен гораздо раньше чем вот это вот это видно брошен давно так то в целом здесь норм опять-таки учитывая ту цену готов нам ее предлагает но нас напрягает вот эта вот часть участка где там очень тихий абзац то есть там есть свои плюсы свои минусы плюс это расположение она стала достаточно удачно в самом кооперативе даже удачно расположена она с краю то есть получается подъездные пути к ней отличные плюс это домик он там неплохой кирпичный цена это тоже ее плюс но есть и минусы есть там очень много надо все приводить в порядок разгребать второй минус это отсутствие света то есть он даже нет проводов на я принял что провести можно как все это фигня но один хрен от лишний напряг и как бы непонятно вообще в принципе что там владелец как чё с документами то есть человек принципе не готовился продаж этой даче да мы просто случайно нашли не случайно договорились поэтому документ скорее всего не готовы она не межовано вот это все надо будет делать и это геморрор короче чем суть суть у нас в том что ту дачу который мы ездили смотрели она у нас пошла по бороде цена за нее было сразу скажу 70 тысяч за ту дачу нас в принципе это устраивало мы такие о ништяк сейчас купим за дешево все придем в порядок и будет гуд но вчера я поехал короче владельцу начал смотреть ее документы а документ там полная шляпа потому что дачи сделано ее мать мать уже умерла как 25 лет на собственность не вступал ночью короче там все через делать можно ну как умеет зачем все делали вот поэтому мы продолжаем дальше искать дачу поехали мы сейчас поселок победа посмотрели что там там конечно прикольно но прикольно в плане житья там то есть там люди покупают участки строят дома и живут там же есть газ и нам этот вариант сразу не подходит потому что ну за их нужно первых переплачивать потому что там есть газ нам участки стоит там космос и второй момент как бы там вот это вот стройка везде да это когда коттеджный поселок да просто допустим коттеджи там строят люди ты понимаешь что ага коттеджный поселок какие-то промежутки между домами до дома стоят не близко а там получается какая ситуация там участки по четыре сотки и вот на эти четыре сотка там строят люди коттеджи там получается как каком-то не знаю какой-то азиатской деревне то есть там дома 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 прямо окна в окна стоят просто вот это все настроено нагроможено ни у кого толком там ничего не растет и как будто сама атмосфера дачи она немножко теряется вот сейчас мы едем короче в еще одно снт ехали блин долго на самом пустой заре мы там раз раз и тут сюда мы берусь прям минут наверное 20 ну здесь такое то чувство заброшить чё-то тут тоже какая-то срань а вообще влезная дорога короче там где мы ехали там хер съедешь потому что там грязище а здесь какая-то шляпа вот она по идее линии идет и вон там по идее дачи поехали проедем или застрянем или нет блин а где там развернусь на ну чё мне кажется не очень значит вот здесь там возьмёмся на пикник ну чё ты так долго не повторяйся на перемене я столовую жрала хомячила он щеки наела то что они получаются и малая валяйся обращаются смотрят дай уже приведет малая окружная вообще все пензу в одну точку собрала короче это человек пензе живет уже семь лет у меня все в одном районе 4 июля у нас вчера я ездил по дачам снова искал дачу я нашел еще одну дачу она конечно прикольная но цена не прикольная для нас по крайней мере да но там домик вообще стоящимся но едем смотреть потому что я решил если нам друг по на ну понравится все то мы ее заберем поэтому сейчас я пересаживаюсь на альтернативный транспорт самый то для путешествия по даче еще носим просто пипец какая жара мы на три часа договорились на просмотр дачи вот посмотрю поищу вдруг еще подвернется приехал в снт сейчас покатаюсь посмотрю по ту сторону оврага снял камеру шлем остановились вас до поясники камер на шлеме рулит у меня все документы в порядке поэтому пофигу удачи который мы смотрели туда доехал посмотреть нам короче вариантов нет если не очень нравится конечно настроение с тем которым удачи смотрели там я смотрел второму сель в три часа пойдем смотреть здесь конечно не вариант там хорошо с этой стороны снт 50 лет победы по моему называется снт прикольные дома здесь более новые столбы новые но дороги нет пустился здесь есть такая низина дачных оперативно машине вообще не проехать короче на счет труба а какой-то мужичок вот я участок продаю заряжает на 100000 короче дорого вот так вот ладно ребят я поехал то я упаду дубль 2 у них дубль 1 снова возвращаемся на дачу смотреть дачу который нам понравилось то есть не понравилось мне нас еще не видела вот сейчас приятно владельцы и будем смотреть сегодня я поеду ничего интереснее принципе я не нашел потому что цена грубо говоря такая же суть хуже даже несмотря на то что некоторых домиков был уже там какой-то ремонт да ну там грубо говоря просто надо собирать выкидывать сразу потому что там все поглядь плавал и уже проваленность нам работа в виде навала короче нормальная дача это 700 вот за 700 можно купить хорошую дачу но это очень дорого 700 для нас это мы ищем какие-то альтернативы опять-таки ты за 700 купишь да все равно туда будешь вкладывать как тебе нравится переделать еду я на дачу мы купили дачу купили мы участок купили в заре хорошем месте там стоит домик где-то квадрат на 50 кирпичный но это не домик это коробка то есть чисто выложены стены и я вы сделал на крыше внутри даже нет полов так плотную прям чтобы участком заниматься это в смысле самой дачи да это наверное корреспондент в следующем году будет фото в этом году мы собираемся просто поддерживать скорее все там все сделаю туалет потому что с ним там беда вообще мы на участке вот такой бензокосу я купил карвер называется вот такой у нас участок и вот такой вот домик ребят прокачался я вообще не силу ребят минут 10 гонял потом по косвечку не выгасал не почистила не завелась почистила завелась короче начал я короче косить косить у меня вроде получается главное чтобы она еще раз запустилась меня после того как я заглушил удача начинает преображаться часто вот так у меня окашивается потихоньку вон еще мне осталось чуть-чуть совсем он там вот самый жесть косить и будет красота я могу сказать про инструмент инструмент ничего такой прикольный сейчас он уже переработал сначала заводится это радует единственное что проблема это сбруя вот этот конская вот она штука короче одевается на шею и она короче она узкая эта проблема уже не производителя а проблема моего здорового пупка поставил я в эту штуку вот этот диск тут такой рок-н-ролл начался я кстати нашел елку я не стал честно делать я ее оставил и надо благородить и будет вообще круто настя меня убьет настя здесь был хрен вот хрена больше нет в топку его и вот она ребята елка смотрите теперь надо весь этот сушняк выковыривать и облагораживать все до конца как раз начну вот с этого дальнего угла вот этот вьюн который на заборе он здесь уже все перевел на земле поэтому его надо как-то тоже оккультуривать но это уже вручную и вот здесь вот тоже короче где-то вишня а где-то облепиха облепихи очень много ее нужно чуть-чуть прямо оставить остальное в топку ставим одно дерево какой-нибудь а это вырублю сюда нафиг вот еще вот такую штуку я здесь нашел мы ее будем использовать для сжигания в общем инструмент не подвел все как нужно работало несмотря на то что я возводил полдня со своей задачей все справилось завтра приедем уже с Настей она будет смотреть руководить процессом потому что мне больше интересен дом ну в смысле для меня построить там построить дом посадить дерево в моем случае выпилить ненужные с сыном как-то осечка вышла зато у меня две дочери две дочери это как один сын наверное все ребят до завтра завтра снова сюда работать